Всё ещё одно поражение Сергея Бластенова. Решение по итогам трёх раундов. Субтитры создавал DimaTorzok Havarovs Crusher. Please welcome, Hivkeni Yeroshin. And his opponent, Fanning up at the red corner. His opponent is a red corner. Hiv, 3 years old. He stands 193 cm tall. Official weight 113 kg even. He's 33 years old. He's about 114 kg. Professional record. 2 victories, 1 loss. Professionальный рекорд, 2 победы при одном поражении. His style also MMA. Fanning out of Moscow, Russia. Hiv Mirzambakandeda. And your referee in charge, Lukasz Basacki. Ну вот последний поединок на ECB 59. Я не был с под номером 18. Это был май 2017 года. Ханиф Мирза Магомедов дрался против Расула. От Хаджаева. И вот этот бой был, значит, официально без no contest, так называемый. И без официального решения. Хорошо, спокойно, спокойно, спокойно. На ECB 49 был повержен Артур Смирнов. Решением то было поражение от Сергея Белостенного. В марте 2016 года. Помню этот поединок, тоже довелось его комментировать. И полный бой тогда прошел. Сергей не намного был лучше в том поединке. И в первом бою на ECB 25 в 15-м году, в ноябре. Как я помню этот бой, по-моему, в Чеченской Республике проходил. В Грозном, в Колизее. Тогда Виктор Казаков был повержен Ханифом Мирзой Магомедовым. Кстати, был такой момент. Нужно его отметить. Евгений Рохин входил, по-моему, чуть ли не в тридцатку лучших. В весовом дивизионе плюс 93 кг. Тяжеловес в мире. Шел без поражения очень долго. И был очень высок по мировым стандартам в рейтинге. Да, ну вот смотрите. Кому проигрывал Евгений Рохин? Адлану Амагову уже во втором своем поединке в профессионалах. Константину Ерохину, однофамильцу своему, экс-бойцу UFC. Бретту Роджерсу. Причем обоим, вот вы сказали, обоим он досрочно проиграл. Я помню эти поединки. Это довелось комитет быть рядом. И Евгений пропустил тогда удар с ноги, по-моему, от Адлана Амагова. И в последующем он, Константин, я очень пропустил с руки в обмене. Да, ну и проиграл, уже помимо упоминающегося в уши с Олимгерея Росулова, Джерониму Дос Сантосу. Вот два поражения в последних двух боях потерпел Евгений Ерохин. А Джерониму Дос Сантос это тот самый, которого не так давно нокаутировал Александр Емельян. Да, тот самый Мандрагон, у него есть это прозвище. Вот здесь Евгений. Он тяготеет к технике рук. У него ноги, так и себе, выполняют только функцию. Иногда фронт-кик он пробивает, иногда лон-кик с двух ног. Тут проверочный с передней ноги и с задней ноги. Плотно может приложиться лон-киком. Вот как раз видите, исполняет он это действие. Ну и в большей степени он акцент делает на школу бокса. И иногда у него получалось очень неплохо. А вот потом он где-то потерял уверенность. Вот эти два последних поражения, которых мы сказали для вас. Ну и до этого прям череда побед. Очень серьезно, за счет которых он и поднялся в мировой лайки. И посмотрите, сейчас великолепно действует Мирзам Агромедов. Ханиф. Чуть-чуть пытался нарушить правила. Евгений Рофин прихватил сетку, но не дал ему в никаком случае это сделать в продовутное время. Ханиф и опустил жестко, так сказать, непосредственно канвас Евгения Рофина. И сейчас Ханиф в атакующей форме. Здесь нужны удары. Да, и мы слышим команду, чтобы он на Веграсс оттягивался и запускал лон. Ханиф Мирзам Агромедов. Да, в общем, походил Мирзам Агромедов, посмотрел и взорвался моментально, переведя поединок в портер. Ну и необходимо отметить, что менеджментом Евгения Рофина занимается Алексей, и журналистик, великолепный мэнер, всеми нами известный, который двигал очень качественно и продолжает по работе делать Александра Штормашлеменко и в том числе Андрея Корешкова, ну и, естественно, Кутея Сармавского. Да, ну вот, посмотрите, выбрался Ерохин и уже он находится в позиции сверху, но... Ну и помимо этого хотел бы отметить, наверное, Дмитрия Конькова, тот человек, который тоже огромную лету внес по развитию карьеры Евгения Рохина. Большое количество боев сделал ему Дмитрий Коньков, не только Алексей Журноков. Соответственно, вот эти двое повлияли на вот ту самую череду побед. Напомню вам, череда побед у Евгения Рохина была, ну, просто ошеломляющая. Денис Комкин был повержен им, Брэд Роджерс в матче реванша, как раз в 2014 году на Кубке Мэра, в Хабаровске это было. И причем тогда попал жестко Евгений Рохин справа по Брэду Роджерсу. И был повержен в матч Матуллоев. Также Майк Кайл в великолепном бою, также нокаутом. При этом тогда был выбит зуб у Евгения Рохина, даже травма головы такая серьезная, это был перелом он нос, но Майк Кайл тогда травился нокаут во втором раунде от Ерофина. Джефф Монсон был повержен техническим нокаутом. Владимир Мищенко на Кунлон файт. Опять Джефф Хабаровский, этот был тогда турнир. Ну и Джереми Мэй был нау-контест, так называемый, вот соф Азия, о чем я уже говорил, где Евгений выступал достаточно активно. Брэнер Кэш, Ричард Одамс, Эммануэл Ньютон в Сочи на турнире С-70. Серьезные имена. Но вот потом два поражения, последних были в Планирухе. Ну и по похожему сценарию начинает развиваться второй раунд. Довольно много обманных движений. Мы видим от Евгения Ерофина, пытается он обойти длинную переднюю руку, Которую раз за разом использует ханиф Мирза Магомедов. Ну, в общем, согласно антропометрии действуют бойцы. Все понятно, здесь тактический рисунок и Мирза Магомедова, и Ерофина. Вот Евгений, кстати, очень неплохо левой рукой пытается через туловище раздернуть Мирза Магомедова для того, чтобы перевести удар в последующем более жесткий, который у него есть в финале справа. Вот он сейчас это опять же готовил. Акцент на корпус через левый джеб и потом удар справа через друг. Но, опять же, Ханик не дал ему по себе провести этот элемент, который он подводит уже не первый раз. Он у него, кстати, очень хорошо наработан. Хорошо, Ханик, нужно делать, нужно делать. Как мне кажется, не может пока что Евгений Ерохин найти удобную для себя дистанцию. Жесткий лоу-кик как раз справа есть в арсенале. Как я говорил, у Евгения он попадает. Сейчас Ханик навстречу. С левой руки также попал по Евгению, но удар не имел такого серьезного тоннажа. Справа пропускает сейчас Евгений от высокого Ханикла Мирза Магомедова. Уже второй раз за раунд. Такой эффект лоу-кик этот, вынесенный от Евгения Ерохина, имеет эффект высеки также, чуть ли не теряет равновесие. Ханик, но сразу же возвращается в бой. С скачка левым боковым сейчас пробовал Евгений Ерохин. Рука на месте была у Мирза Магомедова и не пропустил удар Ханик. Справа попадает, сейчас Ханик очень жестко попал. Вот нет, нет такого серьезного навыка именно в боксерской составляющей. Если бы у Ханик он был, он бы, я думаю, не окусил бы Евгения и не добил бы. Да, потрастерялся Евгений Ерохин и как-то неловко он пошел назад. Да, пытался подловить Бекфистом, но Мирза Магомедов это все прочитал. И сейчас в итоге Евгений Ерохин развернут спиной к клетке. Тяжелое попадание с дистанцией. Канифа, эта комбинация звук ударов, она есть. Он потом чуть теряет ноги и заваливается вперед. Ну, напомню, его долго тренировал Николай Елесин, известный тренер. Как раз боевое самбо, специализация, конечно, у Харифа. Работа с пулькой. Здесь, смотрите, очень много техничных действий. Здесь очень легко можно пропустить его. Не застаиваться, не надо застаиваться. Еще раз! Один! Колено Евгения Ерохина в клинче. Работа с пулькой. Путыл еще Харифа. Ну, и мы слышим требование не застаиваться Евгению в этом бою. Ни в коем случае. Работа! Работа! Ручки поднялся. Опять! Харифа очень опытный парень, так и Евгений Ерохин. Здесь, кстати, коса на камень в этой составляющей в том числе пришлась. Хорошо! Дела, давай, давай! Делай, делай! Иди, 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 иди! Соживай! Каник всегда вопрос был по линии функциональной подготовки, именно дыхательной составляющей. Вот он где-то в боях, но практически все я провел, еще раз говорю, в лиге из Сибири, но где-то не хватало именно функций, он вставал, достаточно явно иногда это делал. И соперники иногда могли этим пользоваться. Мы слышим требования, опять же, хранифу из его глаз, чтобы он сбил, не просто оказывался в удобном положении сверху. Ну не закончится раунд. Как вам Александр, этот поединок? Ну опять же, все очень близко. И очередной бой с серьезной интригой. Вот мы видим красавицу Жанакова. В углу Евгения Ерохина. Ну и тренер, тренер Евгения, он всегда рядом с ним. Хабаровский тренер. Обратите внимание, не садится Евгений Ерохин в эту минуту отдыха между раундами, а вот его соперник Ханиф Мерзамагомедов. И посмотрите, как дышать тяжело. Это вот, опять же, возвращаясь к вопросу, который не раз поднимался по Ханифу Мерзамагомедову. И его составляющей функцией. Это Мурат Мачаев, по-моему. Да, Мурат всегда рядом с Ханифом. И много лет они дружат. В том числе, Ханиф представляет клуб «Крепость» из одного клуба. Выходцы из одной республики, Дагестан. Ханиф как раз резко национальности республики Дагестан. Это басаранец. Ну и снова по тому же сценарию. Ерохин идет вперед. Мерзамагомедов в режиме контрпатчера работает. Посмотрите, опять-таки Ерохин два удара и оба потушке. Пытается он нанести сейчас мимо цели два балла. Но вот этот третий был такой, опять же, сквозь. И нестандартное действие левой рукой от Ханифа в него такой. И справа навстречу попадает Ханиф. Еще раз попадает классический двойкий Ханиф Мерзамагомедов. И тут же пошел Ерохин реваншироваться. Но нет развития в этих ударах. Вы знаете, великолепно знакомств с этими двумя бойцами. Я сейчас смотрю на Евгения и понимаю, что мне кажется, что его лучшие годы уже позади. И наелся этот парень боев. Наелся их в любителях. В рукопашном бою он очень много выступает. Изи по всей стране. Постоянно. И при этом в профессионалах, конечно, он провел и бои, которые у него собирали, знаете, длинное количество лет. Даже вот спортивная карьера. Он пережил многое, в общем. Да, он 20-х повоевал уже, Евгений Ярошин. Но всего 31 год с другой стороны. И мы знаем, что Фрэнк Мир, который сейчас в роли комментатора, работает на турнире ICB-80, вполне себе еще и имеет мотивацию для того, чтобы продолжать драться на самом высоком уровне. Да, здесь вопрос восстановления. Здесь вопрос пауз, вопрос психологии. Опять же, где-то нужно что-то поменять. Мне кажется, нужно это сделать команде Евгения Ярошина. Ну, а пока что-то поменять решил Ханифмер за Магомедов и пошел бороться. И он осуществляет контроль и пытается забрать шею. И вот в этой составляющей Евгений всегда проигрывает бойцам, которые более масситые, более обученные в работе фартера. Евгений чаще всего выступает. Да, заправит ноги Ярошин Мирзамагомедову. Граунд и паунд мы не увидели, но опасно, конечно, сейчас будет атаковать Мирзамагомедов. И очень непросто придется Евгению Ярошину. Еще две с небольшим минуты предстоит ему удержаться. И, как вы уже Максиму сказали, довольно серьезная борцовская база у Мирзамагомедова, связанная, конечно, прежде всего с борьбой в куртке самбийской. Но, тем не менее, Мопартером он тоже очень много занимался. Естественно, и вольная борьба у него была, ну, конечно, специализация самба. Есть элементы знаний у него из дюдо, по-настоящему классическому. Ну и в последующем он работал без куртки тоже достаточно много. И поэтому я абсолютно точно уверен, что в этой составляющей поединка по смешным игрокам он лучше, чем Евгений Ярошин. Но он сейчас это и нам всем демонстрирует. Что посоветовать здесь можно Евгению? Он попробует развернуться. Но очень тяжело это будет сделать, потому что ногами здорово. Мирзамагомедов его контролирует. К чести Евгения пока что ничего серьезного в плане потенциального пылевого приема создать он не позволяет своему сопернику. У нас слева дважды Ханик сейчас попадает. Оба удара в челюсти. Их там может быть не настолько сокрушительные, но они точные. А в этом месте еще раз напомню, пробовал развернуться. Улучил момент Ярошин, но и Ханик все тоже прочувствовал, и поэтому поднялся первым. И нагружает сейчас Евгения Максимов. Здесь за счет большей массы у Ханикова преимущество в борьбе у сетки, но позволил Евгению разорвать дистанцию в одну ногу. Пытается сочетить бросок, конечно же, Ханик, но и Евгений обещался. По вам здесь управление собственным телом продемонстрировал неплохо. Но забирает третий раунд Мирза Магомедов, а вот что с предыдущими двумя, опять же, большой вопрос. Активнее, наверное, был Ярошин, но насколько это оценят судьи. И проваливает здесь его. Ярошин Таниф великолепно это исполняет. И Евгений тоже, я думаю, что показывает максимум пока на Даны. День, что он сможет проявить в октагоне. Ну и Ханик Мирза Магомедов поднимается вместе с своим другом Радом Мачаевым в свой угол. Те самые попадания мы помним в третьем раунде. Кстати, в стоке более точен был Ханик в том числе. Пару раз Мирза Магомедов, да, попал навстречу. Двойки неплохие вылетали, но в третьем раунде. Вот в первых двух, мне кажется, довольно конкурентная была борьба. Вообще, если сказать о человеческих качествах этих двух парней, насколько действительно кто их знает, я думаю, что подтвердят мои слова. Оба правильно воспитанные парни. Такие скромные и очень дисциплинированные по линию тренировочного процесса. И в целом в взаимоотношениях с людьми очень достойные. Я хотел бы такой ремарк сделать, что вообще в боях таких вот жестких, жестоких мерзавцы, как правило, не выживают. Все-таки вот спортзал с самого детства отбраковывает, что ли, вот таких вот элементов. И поэтому вот до уровня людей, соревнувающихся на серьезном уровне, как правило, вот различные негодяи редко доходят. Да, отчасти, естественно, вы правы, Александр. Но кого-то хочется иногда особенно выделить в человеческих таких правильных мужских качествах. Дамы и господа, по завершении боя мы имеем раздельное решение судей. Итак, раздельное решение судей. Евгений Ирохин. Все-таки активность Евгения Ирохина в первых двух раундах позволила ему одержать победу. Ну и в очередной раз произношу эти слова. Очень дискуссионное решение. Да, Александр, дискуссии, я думаю, не миновать тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!